Мэр Магадана Юрий Гришан проверил ход работ по благоустройству города. Глава муниципалитета посетил улицу Марчиканская-2. Там ведется строительство спортивной площадки. Всего в Магадане делают шесть таких площадок в рамках городской программы. На объекте, который посетил Юрий Гришан, возникли некоторые сложности. Уже должны были сегодня-завтра приступать к работе, но нужно менять немного проектное решение, для того, чтобы уйти от опоры линии электропередач и создать безопасные условия здесь. Все вопросы решены. Я думаю, что сейчас проектировщики быстро переработают проектно-инструментную документацию и на следующей неделе начнем здесь работать. К концу лета планируют закончить все работы. Также мэр Магадана посетил двор по улице Марчиканская-31. Там сделают тротуар, установят бордюр и заасфальтируют проезжую часть. Благоустраивают двор в рамках программы «Комфортная городская среда». После того, как разработали дизайн-проект, его согласовали с жильцами. Мы нарастили откос с той стороны дома. Также проектом предусмотрели демонтаж существующего ограждения на детской площадке, устройство нового и новой площадки. Проектом предусмотрено озеленение устройства газонов на площадь 180 квадратных метров. На сегодняшний день в госпиталях у нас находится 255 человек. Амбулаторно получают лечение 464 человека. И эпидситуация развивается таким образом, что при стабилизации на высоком уровне в городе Магадане заболевание начинает регистрироваться и в отдаленных поселках Колымы. На сегодняшний день у нас развернуты инфекционные госпитали в Рунскучанском, Средниканском, Тинькинском, Ягоднинском городских округах. При этом в Ягоднинском городском округе инфекционный госпиталь оказывает медицинскую помощь как жителям Ягоднинского городского округа, так и Суманского городского округа. Лекарства, которые пациенты получают амбулаторно и в больницах, постоянно пополняются Минздравом за счет федерального и областного бюджетов. Перебоев с лекарствами нет. Все работники полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Однако в последнее время количество летальных исходов растет, утверждают эксперты. По словам Елены Кузьменко, зарегистрировано 165 подобных случаев. И за вчерашние сутки у нас также умерло трое больных. Двое пациентов старше 60 лет и один пациент до 60 лет, 57 лет. Связано это не с тем, что у нас нет лекарств, или мы не умеем лечить эту инфекцию, а связано это с тем, что инфекция поменяла свое течение. Наверняка вы уже все слышали. Из средств массовой информации и из различных интернет-сообщений о том, что в настоящий момент инфекция протекает злокачественно, очень быстро развивается синдром поражения легочной ткани, пациенты поступают в стационары поздно, тогда, когда поражение легочной ткани занимает от 70 и больше процентов. И, собственно говоря, в таких ситуациях зачастую усилия медицинских работников оказываются тщетными. Для снижения заболеваемости и смертности существует только два правила, которыми лучше не пренебрегать. Первое – это иммунизация, а второе – соблюдать социальную дистанцию, носить маски и следить за гигиеной рук. Издано постановление номер один главного государственного санитарного врача о проведении вакцинации, обязательной вакцинации определенных категорий граждан. Эти категории родились тоже не просто так, – это опыт и территорий субъектов Российской Федерации, а также анализ по заболеваемости на территории Магаданской области. То есть мы с ковидом уже больше года и четко понимаем, какие категории лиц наиболее часто инфицируются. В федеральном законе сказано, что человек может согласиться или отказаться от вакцинации. Однако издание данного постановления влечет большую меру ответственности у работодателей по недопущению развития заболевания и исключению формирования эпидемиологической цепочки. Поэтому, если сотрудник откажется, то за этим, скорее всего, последует отстранение от работы. Мы в ответе не только за здоровье самих себя, но еще и в ответе за здоровье тех людей, которые не могут по состоянию здоровья быть привитыми против новой коронавирусной инфекции. Чем больше будет нас, людей, иммунизированных, тем меньше риск инфицирования будет у тех людей, которые не могут инфицироваться по состоянию здоровья. Магаданцев приглашают принять участие в международном конкурсе «Нарисуй символ для географического диктанта». Заявки на участие принимают до 22 августа включительно. Возраст и место жительства не важны. Работы должны соответствовать следующим критериям – оригинальность и неповторимость. Содержание изображений не должно противоречить общественным интересам, а также принципам гуманности и морали. Имена победителей назовут не позднее 15 сентября. Подробную информацию можно узнать на сайте диктанта. Большая Колымская тропа – это сеть экологических троп разной направленности, проложенных на территории региона. 27 сентября пройдет торжественное открытие двух маршрутов. Эту дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день во всем мире отмечают День туризма. Поэтому власти региона решили сделать такой подарок всем колымчанам. Мыс Островной – известная природная достопримечательность в окрестностях города. Для обустройства безопасного пешеходного маршрута к мысу сейчас ведутся работы по расчистке тропы и заканчивается изготовление указателей. Впереди еще маркировка, установка лавочек и информационных объектов. А маршрут «Черный ключ» проходит вдоль побережья бухты Гертнера от зоны отдыха «Горняк». Сейчас здесь завершается расчистка тропы и скоро оборудуют зоны отдыха. Долина Черного ключа – довольно популярное место у туристов. Традиционный путь к Черному ключу – около 7 километров. Магадан продолжает готовиться к конкурсу «Дюран-2021». Это состязание между представительницами коренных малочисленных народов Севера. Впервые в областном центре провели его в 2002 году. «Дюран» в переводе с чукотского и ивенского означает «хранительница очага». К участию в конкурсе допускаются представительницы коренных малочисленных народов Севера в возрасте от 18 до 30 лет, обладающие знаниями родного языка. Девушкам предстоит показать себя в нескольких этапах – визитная карточка, художественное слово, раскрытие. Отборочный этап конкурса стартовал 1 марта. Заявку на участие можно подать до 1 октября по адресу улица Горького, дом 16, кабинет 406 или на электронную почту оса49-собака-яндекс.ру. Телефон – 200-736. Выступления участников и награждения победителей состоятся 25 ноября 2021 года в МЦК. В ДК «Авиатор» в поселке Сокол делают ремонт фасада. Здание построили в 60-х годах прошлого века. За несколько десятилетий внешний облик учреждения пришел в негодность. В прошлом году отремонтировали кровлю здания. В этом займутся фасадом. Проектно-сметная документация уже готова. Подрядчика, который проведет ремонт, определили. Работы начнут в ближайшее время. Все полностью. Входная группа, двери, запасные выходы. С левой стороны вход в подвальное помещение. И с той стороны два выхода из зрительного зала. Все будет сделано. У нас там работает очень много кружков детских, взрослых кружков. Танцевальные студии работают. Концерты все практически. За всю историю Дома культуры в нем трудились и любительские театр, и оркестр народных инструментов, и хореографический ансамбль. Как отмечают сами жители поселка, авиатор – место притяжения творческих людей. Продолжение следует...